Губернатор Михаил Дегтярев дал старт краевой акции «Елка желаний». Регион вновь присоединился к федеральному проекту, поддержанному президентом России. Желания детей, оказавшиеся на краевой елке, исполняют министры и главы муниципалитетов. Благодаря акции подарки получат дети с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет, включительно дети-сироты, либо дети из семей с доходами ниже прожиточного минимума, которые оставили заявки на всероссийском сайте «Елка желаний». Загадать можно было игрушки, книги, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь и цифровую электронику, путешествия, посещение интересных мест или встречу с кумиром. Как проходит акция «Елка желаний» в Хабаровском крае, поговорим с нашей гостьей. В студии Наталья Меньшикова, начальника отдела социального обслуживания семьи и детей, управления социального обслуживания населения Министерства социальной защиты края. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Акция «Елка желаний» у нас еще продолжается. Можно ли в ней еще поучаствовать? Кто в ней принимает участие? Акция «Елка желаний» продолжается. Исполнение желаний можно до 28 февраля. Срок исполнения всех желаний, к сожалению, заявки уже закончились. Прием заявок осуществляется с 15 ноября по 11 декабря. Вы совершенно верно сказали, что существуют определенные категории детей, которые могут подать свое желание на сайт елкожеланий.рф. Это детки от 3 до 17 лет с инвалидностью, детки с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и детки из семей, доход которых ниже прожиточного минимума. Вообще, эта акция благотворительная, она на территории Российской Федерации существует с 2018 года. Как вы верно сказали, Михаил Владимирович Викторович в этом году дал старт с 20 декабря. И с 20 декабря уже началось исполнение желаний. А вот если заявки уже приняты, кто, может быть, какой возраст детей чаще всего пишет и что чаще всего хотят? Самый маленький 3 годика он захотел, конструктор Лего. Исполнение уже, желание уже исполнило этого мальчика. В основном, значит, какие желания, детки? Электронные гаджеты. Это ноутбуки, планшеты, телефоны. Есть желание велосипед. Спортом детки любят заниматься наши. Куклы различные. Конструкторов очень много разных номинований. Есть материальные желания. Такие, как, например, хочет посетить цирк. И я точно могу сказать, что это желание у ребенка исполнится. А были ли какие-то за вот всю историю прям необычные желания, прям совершенно необычные, которые вот интересно вспомнить? Ну вот, в принципе, именно тот вот перечень, который я озвучила, вот в основном детки вот эти желания. А вот получается, ну да, действительно, кто-то же хочет конструктор Лего. Я вроде бы, окей, все понятно, легко, казалось бы, реализуемо, да? Ну, бюджет не самый огромный. А кто-то хочет, я не знаю, там, на одной сцене спеть Софи Ротару. Ну, не знаю, хотят ли Софи Ротару петь современные дети, но все-таки. А это уже как бы тяжело реализуемо. И вот возникает вопрос, а все ли желания исполняются? Спасибо за вопрос. Действительно, существуют правила, те, которые предусматривают, какие желания принимаются для исполнения. Нельзя загадывать желания те, которые, например, ну, технические средства реабилитации, автомобиль, приобретение автомобилей, приобретение мебели. Значит, вот таким вот образом. А вот все, что касается игрушек, все, что касается электронной техники, все, что касается, вот о чем мы говорили, конструкторы, это пожалуйста. Но подарки, это все-таки финансы, да? Конечно. Кто финансирует и бизнес? Элена, что он Дед Мороз же. Дед Мороз. Кто помогает Деду Морозу укладывать подарки в мешок? Любой желающий даритель может принять участие в исполнении мечты ребенка. То есть это могут быть и предприниматели, вот верно сказали уже, сам губернатор наш уже исполнил желание, заместители, председатели, главы городских округов и муниципальных районов края тоже подключились к исполнению желания. Были звонки от предпринимателей Хабаровского, например, района, города Хабаровска, которые готовы. И просто от граждан. Для этого, ну, очень просто. Есть возможность зайти на сайт елкожеланий.рф. Там все очень просто, как найти Хабаровский край, и можно исполнить желание. То есть там будут как раз-таки вот эти заявки, можно выбрать одну и стать Дедом Морозом. И стать Дедом Морозом. В общем, если вы неравнодушны, принимайте участие. Акция, напомним, елка желаний, она еще продолжается, поэтому стать немножко Дедом Морозом у вас есть еще возможность, если вы вдруг не успели этого сделать на новогодних праздниках или 31 декабря. У нас в гостях была Наталья Меньшикова, начальник отдела социального обслуживания семьи и детей управления социального обслуживания населения Министерства социальной защиты края.